Добрый день, дорогие друзья! Гости моего канала. Меня зовут Ирина. И сегодня я хочу с вами поговорить о красулах и о формировании крона у красол. Честно говоря, многие зрительницы моего канала... Мне больше нравится слово зрительница. Почему-то не люблю слово подписчица. Мне кажется, оно каким-то сухим. Это слово как будто из какого-то статуправления. Так вот, зрительницы, девочки, естественно, просили рассказать, как я формирую кроны у красол, у денежных так называемых деревьев. Конечно, я не специалист, я не профессионал. И поделиться с вами наработками рискнула только потому, что у меня есть какой-то небольшой, скажем так, опыт в этом деле. Формируются, конечно, толстянки древовидные. Их великое множество. Я их обожаю. Могу о них говорить бесконечно. Люблю их за разнообразие, за стойкость, неприхотливость. Ну и красоту, конечно же. Вот у меня, посмотрите, вот такой есть большой взрослый экземпляр. Сорт Хоббит. Который, ну, так сказать, на манер бонсая выглядит. Потому что вот и плошка у него, соответственно. Здесь вот такой общий план, пока я вам покажу. Это вот его уже производные, так сказать, дети-внуки. Здесь вот и два вида красового кучерявая. Ундулатовая. И вот такие повзрослые экземпляры. Жаль, не могу показать вам взрослое дерево. Я, честно говоря, продала его. Были у меня не совсем легкие времена. И была вынуждена продать одно дерево. Так вот, по поводу формирования кроны. Прежде всего, конечно, каждый хозяйка и каждый хозяин этого прекрасного растения должны решить для себя, что они хотят, в принципе, видеть. То ли это будет вот такое раскидистое дерево, или это будет кустарник. Формировать можно несколько видов. Главное, не бояться. Лучше, конечно, начинать не со взрослого экземпляра, который уже успеет вытянуться у вас. С малышей. Отрезать ветки не рекомендую. Я, как правило, их выламываю. Толстянки, они все наполнены водой. Поэтому ломается достаточно легко. Отросток, который, так сказать, вам не нужен. С оптом вы научитесь сразу его видеть. Они все видны невооруженным глазом. Вот смотрите, вот этот мощный, так сказать, баобаб, в принципе, сформирован. Я бы ничего не отламывала. Но вот там внутри, посмотрите, вот я вижу, тесновато. Вот сейчас, смотрите, вот этот кусочек я бы все-таки оторвала. Вот так смело. Раз. И у нас есть кусочек ребенка для размножения. Здесь вот такой некрасивый пенек остался. Конечно, мне неудобно одной рукой. Я с телефона снимаю. Потом можно ножичком немножечко запилить. Многие, конечно, припудривают, что, наверное, правильно залой, угольком. Но я ничего не делаю. Растения выносливые. И вот такие вот детки посажены вот в такой самодельный горшочек. Видите, здесь несколько экземпляров. Они могут формироваться и расти, как вот таким кустиком. Или впоследствии, когда они подрастут ввысь, мы можем затянуть их проволочкой и сделать, так сказать, один стволик, который может срастись в дальнейшем. А могут пока жить, как отдельные экземпляры, на вырост, чтобы потом рассадить их в отдельные горшки. Но я, как вы заметили, одиночных растений не очень люблю. Я люблю, когда, вот знаете ли, вот так вот, когда всё цветёт и пахнет, когда джунгли. Естественно, что все они посажены в горшки по нескольку экземпляров. Это могут быть, опять же, отростки вот в таких вот горшочках разных сортов. Можно посадить несколько красок. Тем более, что условия ухода за ними одинаковые. Вот здесь меня девочки просили именно вот этот сорт показать, как я формирую. Я его формирую, ну, как вам сказать, как на душу ляжет. Вот мы сейчас крутанём его. Вот давайте вот с этого экземпляра. Вот здесь видней. Вот смотрите. Сразу ведь ясно, кого надо оторвать, правда? Вот он клонится. Вот он клонится к земле и тянет эту ветку. Вот смотрите, как я думаю. Ну, слабонервных, конечно, прошу удалиться. Смотрите, вот он, если мы оторвём вот этот вот кусок, кособокое будет дерево, потому что вот этот ростик у него высокий. То есть симметрию мы нарушим, да? Но опять же заметно, что дерево немножко клонится. Хочу пересадить его больше горшок для того, чтобы, кстати, красула у вас были взрослыми, высокими деревьями, не маленькими бонсаями, обязательно должны, конечно, корни куда-то расти, должен быть рост. Не пугайтесь больших горшков и сделайте чуть побольше. Так вот, если я оторву вот этот росток и пересажу его в другой горшок вот с таким уклоном, вот видите, я его ровно, может быть, даже палочку под порочку ему сделаю. Что у нас тут еще мешает? Может быть, вот внутренний ростик какой-то вот здесь тоже оторву. Подтяну попозже еще раз проволочкой. Может быть, даже проволочку можно сделать вот здесь. И впоследствии они могут здесь срастись. Получится, но на манер топиарного дерева. Наверное, это будет такая круглая верхушечка. Вот, смотрите. Опять же, для слабонированных. Вот так. Вот, видите? Уже симпатичней. И у нас вот такой большой экземпляр с крепким стволом. Подрежем ножичком, поровнее сделаем. Вот эту все нижнюю оторвем. Можно в воду, можно в землю. Я водичку ставлю. Отлично, все укореняется. Итак, есть еще один профессиональный способ. Я им не пользуюсь, но я думаю, что тогда вырастут отличные экземпляры. Если вы не читаете о дереве с толстым, мощным стволом. Вот, видите? Здесь у меня три ствола. Как мы можем нарастить? Вот специально не убирал. Вот так называемые волчки. Вот видите? Вот такие маленькие. Маленькие вот такие отростки. Вот здесь. Это волчки. Если мы их сейчас не оторвем, что я всегда делаю, отдадим им ход, рост. То есть, вот здесь вырастут большие-большие сучки. Ну, со временем. И эти сучки впоследствии, года через два, мы их отрежем аккуратно. Они затянутся впоследствии. Толстяночки хорошо срезы затягиваются. Вот видите? Вот здесь они зарастают. И тогда здесь появляется толстый-толстый ствол. То есть, вот посредством роста этих волчков и в дальнейшем их срезания мы можем нарастить ствол. Но это процесс долгий. И, конечно, растение не будет выглядеть симпатично вот с этими боковыми отростками, которые впоследствии надо будет отстричь. Я не пользуюсь таким способом. Хотя ради интереса, наверное, следовало бы. Но я их оторву. Вообще, формировать в октябре растение, конечно, это, наверное, непрофессионально. Но они такие выносливые и благодарны, что я их делаю в любое время года. Вот. Все поотрывало. Думаю, что можно будет потуже стянуть вот эти стволы. Если мы их стянем, то есть вероятность того, что они могут тоже срастись. И тогда получится красивый, извилистый, мощный ствол. Сам экземпляр, конечно, вот смотрите, он не очень целый, покоцанный, потому что растение я занесла с улицы, со двора. Там был ветер, дождь, оно падало. Поэтому листочки не совсем, как сказать, презентабельны. Но потенциал, конечно, большой у этого растения. Вот, в принципе, все мои секреты в успешном выращении. Если что-то непонятно, напишите, спросите. Я всегда с удовольствием отвечу. Еще раз говорю, конечно, я не заканчивала специальных каких-то курсов, тем более, у меня нет высшего образования на данную тему, на тему цветоводства. Ну вот, небольшой опыт выращивания есть. Еще раз говорю, что для красового важно недолюбить, недопалить, недокормить. Посадите, забудьте на некоторое время. Если вы любите поливать, опрыскивать, рыхлить, обратите свое внимание на папоротники. Они это дело любят. Я желаю вам крепких цветов, красивых цветов. Уважаю вас, дорогие цветоводы. Обнимаю. Некоторых целую. Пока-пока.